здравствуйте в эфире большая область программа о том что нас связывает помимо огромной территории студии андрей жилин сегодня выпуске народный автомобиль который наконец-то смог увидеть народ в тюмени владельцы ретро-машин официально открыли сезон 20-21 весна принесла не только тепло но и понимание что дороги в регионе могут быть лучше и денег на это лучше надо много большая область готовится к большому ремонту шампиньонные поля сургута житель игры решил не ждать милости от природы и начал выращивать грибы сам бизнес-проект оказался успешным фени из которого чуть не сделали чучело зоозащитники спасли енота и собираются построить ему дом как правило в нашей стране с наступлением тепла машин на улицах становится больше до сих пор есть те кто консервирует свой транспорт на зиму и только с приближением весны выезжает на дороге и в основном не на самых новых автомобилях даже встречаются очень старые в тюмени открыли ретро авто сезон владельцы старых авто стартовали от музея ретро техники прокатились по городу а потом отправились на автодром метелева где провели соревнования по водительскому мастерству вообще любителей реставраторов старых машин в тюмени немало в этом году на открытии сезона привлек внимание volkswagen жук 1972 года выпуска сколько сил и денег ушло на реставрацию этого авто узнала корреспондент тюменской службы новостей мария ремезова из германии с любовью коллекционеры не прочь пополнить свои автопарки таким volkswagen автомобиль 72 года в тюмени он появился у евгения бушуева руководителя автоклуба пришлось приложить немало усилий чтобы машина выглядела именно так там отвратительная была покраска была пара дыр которые были видны невооруженным глазом но когда мы очистили все от краски оказалось что мы посчитали суммарно у нас получилось около 40 латок нам на автомобиле около 80 мест сварки на ремонт кстати ушло всего 50 тысяч но это только пока ведь нужно еще разобраться с ходовой многое и в салоне под замену а вот сиденья останутся родными супер битл 1302 отличается от своих автоколлег он длиннее а в целом классический жук начала 70-х со своими необычными особенностями сборки давление для омывайки здесь берется из запасного колеса то есть нужно перекачивать запасное колесо чтобы оно было перекачано подключать к нему шланчик и давлением именно вот колеса вода опускается в систему печка здесь работает от тепла коллектора и это не все сюрпризы которые есть в этом маленьком жуке тормозную систему тоже нужно будет доработать несмотря на то что тормоза здесь срабатывают не всегда я решила рискнуть и прокатиться на этой немецкой ласточки этот экземпляр для россии большая редкость их в россии не более ста и то не каждый на ходу все очень интересуются спрашивают фотографируют но думаю она безусловно будет ярким впечатлением машина для души и приключений так говорит о своем новом приобретении евгений это не первый его ретро автомобиль в гараже стоит волга 1961 года мята своим автомобилям хозяин всегда дает имена как будут звать жука евгений еще не придумал мария ремезова александр из осимов тюменская служба новостей ну а теперь о дорогах по которым не сможет проехать не то что ретро автомобильную современный внедорожник временно прекращено движение по трассе над им салихард ориентировочно его возобновят через три недели но речь пока идет только о предпринимателях которые перевозят продукты питания и лекарства что касается легкового транспорта то проезд для них будет открыт в ближайшее время а вот водителям больших грузов придется подождать до августа дороги четыре сложных участка которых мы знали которые мы мониторили контролировали но тем не менее вы все видите что в апреле ну хочешь ссылаться хочешь не ссылаться но учитывать этого это надо погода на 8 12 градусов выше температура воздуха напомню движение между надымом и салихардом приостановили 25 апреля из-за резкого повышения температуры и активного таяния снега сложные участки подмыло талыми водами последствия сейчас устраняют подрядной организации они выполняют работы по восстановлению проезжей части для дорожных строителей сейчас вообще горячее время в этом году в сургуте пройдет масштабная реконструкция улицы крылова по сообщению администрации подрядчик уже определен средства заложены а значит осталось дождаться только стабильно теплой погоды что изменится на одной из главных артерий района железнодорожников и когда сургутяне смогут прогуляться по обновленной улице материал корреспондента телекомпании сургут информ тв сергей большого разбитые дороги отсутствие как такового нормального тротуара для города эстетичного современного которому безусловно стремится сургут картина крайне сомнительная все в принципе логично ремонт улицы крылова не производился почти 20 лет как говорят жители близлежащих домов реконструкция участка назрела крайне давно какой-то момент уже просто пришло понимание что по этой дороге лучше не ездить совсем но это путь железнодорожному вокзалу и горожане которые не знают о состоянии этого пути проезжая мягко говоря остаются немного недовольны любому ожиданию рано или поздно приходит конец долгожданный ремонт своей улицы сургутянка как ее соседи увидит уже в этом году по словам подрядчика если погода будет такой же теплой как сейчас к работам компания приступит уже в мае есть определенные правила что земля еще не оттаяла здесь какие-то есть подземные коммуникации как это сети и так далее я думаю что начнем после майских праздников ну чтобы быть более уверенным сказать с 15 мая точно начнем работать фронт работ обширен от улицы семена белецкого до грибоедова обновят систему уличного освещения проложат новые тротуары и бордюры построят ливневую канализацию и заменят дорожное полотно еще с начала нулевых здесь в качестве основы для дороги заложены бетонные плиты такая технология строительства давно считается устаревшей это подчеркнул и глава сургута андрей филатов приехавший на улицу крылова для оценки ее нынешнего состояния все не очень важно уходить от дорог где основанием являются плиты потому что по определению это постоянное постоянное разрешение дорожного полотна поэтому сейчас приоритетно заходим на те дороги где будем менять вообще технологию исполнения чтобы уходить от плит как таковых основы уже идти в технологиях сегодняшнего дня к формату комплексного ремонта улиц когда вместе с дорогой благоустраивается и прилегающих не территория сургутская мэрия пришла в прошлом году результаты той ремонтной кампании сургутяне могут оценить сегодня прогуливаясь по улицам 30 лет победы или лермонтова в этом году благоустраивать помимо крылова сургутской власти будут еще семь участков дорожное полотно заменят на улице быстринский маяковского на тюменском и югорском трактах в мэрии на эти цели потратят почти 600 миллионов рублей могу одно сказать что этого недостаточно будем работать над тем чтобы увеличить количество и объемы тех пор ремонта тех площадей которые необходимы потребность можно сказать велика вы можете увидеть проехав по городу в мэрии рассчитывают что уже в мае город сможет получить дополнительное средство на ремонт дорог из окружного бюджета а вот жители улицы крылова к осени 2021 точно увидят свою улицу обновленной озаботились ремонтом улицы в нивневартовске там дорожники в первую очередь готовятся выйти на улицы на которых нет ливневой канализации весной когда тает снег и во время летних дождей это создает серьезные проблемы автомобилистам где работы начнутся уже в обозримом будущем узнали наши коллеги из телекомпании сам от лор улица интернациональная в районе авторынка требует капитального ремонта участок создает проблему уже не первый год причина в том числе в отсутствии ливневой канализации она не была предусмотрена в момент строительства расположенные рядом предприятия находится выше уровня дороги поэтому талые и дождевые воды скапливаются на проезжей части и в период перепадов температур разрушают асфальт действительно она сегодня ну не соответствует нормативным требованиям требует не просто ремонт она требует полномасштабной реконструкции там нужно мы уже сейчас делаем значит геодезическую съемку будем смотреть какие нужны отметки то есть там не просто асфальтирование там нужно будет и инертные материалы щебень значит использовать вот даже посчитали уже объем порядка 140 миллионов рублей нужно на ремонт этой дороги уже написали обратились правительство округа с просьбой выделения дополнительных средств на именно вот на этот участок если они будут выделены то мы в этом году и отремонтируем провести сейчас аварийный ремонт на данном участке чтобы золотать появившиеся выбоины мешает талые воды поэтому здесь установлены временные дорожные знаки предупреждающие о неровной дороге а также призывающие водителя снижать скорость своего движения чтобы в дальнейшем избежать скопления талых и дождевых вод на проезжей части планируется при выполнении ремонтных работ изменить профиль дорожного полотна таким образом будет осуществляться отвод воды такая мера позволит сохранить проезжую часть в нормативном состоянии а теперь перенесемся на север региона где весна еще не так резко вступила в свои права поселке тазовском общественники обратили внимание на содержание детских площадок в районном центре и проверили их треть стал реакцией на обращение жителей которые пожаловались на покрытые высокими сугробами игровые зоны где уже было чисто где только будет расскажет корреспондент телекомпании студии факт екатерина фомичева детская площадка во дворе дома номер три по улице дорожная популярное место среди детей и родителей много игровых зон все разные и интересные сусана салендер гуляет здесь с племянницами говорит девчонки всем довольны есть доступ к любимым развлечениям качелям и каруселям часто приходим катаемся дети играют им нравится а вот взрослые настроены не так позитивно в конце марта поступило обращение жители жаловались на то что площадку не чистят от снега искать подтверждение словам тазовчан долго не пришлось снега действительно много к тому же есть недочеты в самих конструкциях в рамках контракта по техническому заданию должны проводиться вестись журналы в этих площадок не только в целом площадок но и каждого элемента который там находится также должны проходить раз в неделю проверка технического состояния данных площадок и элементов их их замена проведение таких работ как смазка креплений чтобы те же качели были в удовлетворительном состоянии можно было им и безопасно эксплуатировать их все недочеты были конечно же зафиксированы и будут направлены подрядчиком такая же ситуация в день первой проверки была по адресу пушкина 10 а вот спортивная площадка у хоккейного корта орион вычищена до основания большая игровая зона напротив дома по адресу калинина 6 а убрано не полностью за чистоту исправную работу всех конструкций отвечает ооо миг на балансе компании 35 площадок убирают их пять специалистов и две единицы техники я уже работаю полтора года на их как бы стараемся все убирать вовремя побыстрее не всегда получается конечно сейчас вот теперь пошла сейчас можно техникой убирать будет так он смёрзшийся был чтобы не повредить покрытие сейчас начнем технику загонять после объяснения от представителей компании общественники приняли решение вернуться сюда через 14 дней повторный визит оказался более удачным площадка напротив калинина 6 а вычищена полностью зона для спортивных игр например была заметена по пояс сегодня видно покрытие работники отмечают за две недели вывезли 15 машин снега наша бригада работает две смены поэтому мы приносим извините извинения жителям за неудобства здесь было два дня мы убирали вывозили снег поэтому чисто что же касается площадки по которой поступила жалоба то на ней работа тоже ведется правда не такими темпами как на остальных представители компании миг говорят здесь нужна техника но из-за вновь наступивших морозов есть риск убрать снег вместе с покрытием так как площадка очищена не полностью общественники планируют вернуться сюда еще через неделю а также проверить исправность всех игровых конструкций екатерина фомичева сергей рыбкин студия факт это большая область мы продолжаем и вот что вы увидите далее шампиньонные поля сургута житель игры решил не ждать милости от природы и начал выращивать грибы сам бизнес-проект оказался успешным фени из которого чуть не сделали чучело зоозащитники спасли енота и собираются построить ему дом мы так часто жалуемся на грязь и мусор вокруг обшарпанные подъезды на сломанные деревья отсутствие газонов и старые детские площадки виновны в этом ремонтники управляющие организации в общем все кроме нас но почему нельзя самим побеспокоиться о том месте где живем например выйти всем домом на субботник и убрать территорию кто-то так и делает почему это не получается в одном из новоуренгойских дворов расскажет корреспондент телекомпании сигма лала гасанова первый снег уже пошел и все равно продолжали работу и вот это все оставили а сейчас видимо это все подрастаяло и начали какие-то работы вестись но потом это все просто никто не убрал не за собой и все как-то смачно красиво разлетелось разлетелось действительно смачно здесь найдутся кресла маски бытовой мусор и другие пикантные находки обрамляет картину пенопласт разлетевшийся по всему двору в то время когда активисты города убирали улицы новоуренгоя жители этого двора предпочли остаться в стороне жалуется евгений в то же время новоуренгоец чувствует несправедливость ситуации у нас очень ленивый вообще дом я скрывать не буду он такой есть здесь есть также обратите внимание то жильцы за своими даже собаками животными не убирают я не против субботников я считаю что вот человек поработал на там строитель но ты должен за собой все равно строительный мусор убрать основная задача любого субботника убрать с газонов мусор высадить цветы и кустарники и деревья а еще обновить беседки починить урны и скамейки здесь важную роль играет не только инициативность горожан но и погодные условия сейчас когда город утопает в талых водах субботник напоминает скорее борьбу с ветряными мельницами уверен наш герой однако наблюдать подснежники виде строительного мусора никто не желает из-за того что капитальный ремонт уже но затянулся заканчивали уже в зиму при приеме то есть часть мусора осталась под снегом и не была вывезена потому что она была просто вмершая в снег мы уже обратились к подрядчику департамент городского хозяйства то есть сообщили всем кто был в приемной комиссии чтобы незамедлительно шли вывоз этого мусора сами также держим ситуацию на контроле и ближайшее время я думаю весь мусор будет вывезен горожанам важно составлять официальные заявления в управляющую компанию и аварийную службу так они обеспечат более оперативное и эффективное решение вопроса 32 земельных участка общей площади 900 гектаров будут изъяты у собственников на юге региона это произойдет в тюменском ярковском и нижне тавдинском районах такие жесткие меры принимают в отношении злостных нарушителей противопожарного режима собственникам земли уже выдавались соответствующие предписания позднее специалисты россельхознадзора провели очередную проверку хозяева по-прежнему не убирает сухостой участки заброшены сотрудниками нашего управления к административной ответственности виде штрафа привлечено 75 человек это граждане на общую сумму полтора миллиона рублей наложено штрафов нарушения выявлены на площади более 1600 гектаров чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций сотрудники мчс проводят профилактические беседы с жителями так накануне требования пожарной безопасности разъясняли жителям с деревни молчановой в тюменском районе на территории частных домовладений запрещено разводить костры и готовить пищу на открытом огне мусор и сухую траву собственники обязаны убирать на территории нашего региона действует особый противопожарный режим санкция в виде предупреждения сейчас отсутствует и только штрафы от 2 до 4 тысяч рублей растут ли в сургуте шампиньоны да если речь идет о грибной ферме сургутская семья доказала что сибирский суровый климат не помеха для развития такого бизнеса о тонкостях производства шампиньонов и хитростях тихой охоты сюжет корреспондента компании сургут информ тв нины сергеевой грипп нет не срезается грипп выкручивается также собираются грибы в лесу просто об этом никто не знает выкрутили там вырвали до срезаешь он лучше растет после этого а вы ножку эту оставляете она начинает гнить с этой ножки ничего уже не вырастет сургутянин станислав лопатин точно знает как правильно собирать грибы сегодня он технолог единственной в городе фермы по производству шампиньонов семья лопатиных решила заняться необычным бизнесом в прошлом году смелый эксперимент удался и даже суровый сибирский климат не стал помехой помещение подогревается в нужный период в нужный период времени охлаждается даже можно сказать с морозами быстрее охлаждается летом сложнее климат поддерживать когда тепло потому что грибам нужна прохлада химия при производстве шампиньонов она не нужна идею о производстве шампиньонов лопатины обдумывали несколько лет изучали тонкости процесса общались со специалистами из других городов искали варианты реализации возможность начать свое дело появилась благодаря новой грантовой поддержки для начинающих предпринимателей в производственной сфере сумма гранта составляет до одного миллиона рублей в прошлом году администрация города запустила первый конкурсный отбор грибная ферма один из трех проектов которые эксперты сочли наиболее перспективными и интересными большинство предпринимателей в сургуте занимается именно оказанием услуг но это в этой сфере нам очень хотелось мы давно вынашли эту идею нужно поддерживать ну задача поддерживать в том числе производителей чтобы создавать условия для их появления и развития дальнейшего холода шампиньоном не мешают а вот с компостом беда говорят фермеры в россии работают только два предприятия по производству необходимого грунта сложности хватает доставка тех же брикетов с ижевска с ближайшего завода сюда это очень затратно правда трудности сургутских предпринимателей не пугают а скорее вдохновляют планируем расширяться в ближайшем будущем ну наверное уже не помещение искать которая будет а уже наверное дальнейшее это строительство собственного мини завода чтобы мы уже могли сами изготавливать компост на сегодня ферма насчитывает три камеры для выращивания грибов каждая из них дает около одной тонны чистой продукции раз в два месяца примерно столько в среднем длится цикл выращивания шампиньонов предприниматели реализуют продукцию в кафе и рестораны города а также на прилавке ряда сетевых супермаркетов коголынский океанариум знают не только в коголыми он единственный в большой области и конечно же привлекает к себе повышенное внимание это внимание надо оправдывать в данном случае чистота не только залог здоровья но и некий стандарт качества океанариум как впрочем и любой домашний аквариум периодически требует чистки только масштабы конечно другие обычно эта часть жизни заведения скрыта от глаз посетителей но корреспондент медиахолдинга западная сибирь никита рогозин сумел образно говоря заглянуть за кулисы ему слова сосредоточенный взгляд и стопроцентная гармония для водолаза владлина лапина вся жизнь это океан ярких событий удивительных открытий к месту где работает уже пять лет относится как ко второму дому поэтому с особой тщательностью поддерживает здесь первозданную красоту чистильные тряпками чистили валиками специальными которые воду сгоняют чем только мы не чистили и пришли к тому что чистить проще всего обычно перчаткой строительной мы ее одеваем наоборот то есть не пупырышками вниз на ладошку снаружи чтобы не царапать стекло и обычная перчатка на нее царапает акрил и легко стирает пятна рыбовод екатерина болдышева проводит санитарный день экстремально эта девушка уже показывала как трепетно дружит с кайманами оказалось что катю любят и пираньи во время субботника девушка приводит в порядок флороаквариума с рыбами-хищниками у меня огромный спектр работы в том числе нужно ухаживать за этим садом здесь была предусмотрена бетонная декорация и моей инициативой было ее озеленить как вы понимаете зелень привносит жизнь везде поэтому все выглядит теперь куда правдоподобнее интереснее но конечно за этим садом нужно ухаживать и не только каждый санитарный день но несколько раз в неделю приходится все это проливать удобрять полностью автоматизированное техническое сердце акватики позволяет наполнять жизнью каждый аквариум причем обработка проходит без химических реагентов вручную ведь в этих водах живут миллионы микроорганизмов для того чтобы уборка была эффективной и безопасной водолазы используют свои ноу-хау они участки которые нужно отмыть заклеивают скотчем с той стороны водолаз все прекрасно видит определяет для себя фронт работы и вот буквально через несколько мгновений приступает к работе и как следствие абсолютно чистый аквариум обойти каждый аквариум привести его в порядок для кого-то это рутина но каждый сотрудник океанариума во время таких ежедневных субботников отдыхает и душой и телом холодная вода плюс 15 градусов и поэтому чтобы не перехладиться нужно одевать два костюма в свою очередь специалисты просят посетителей поддерживать первозданную красоту этого места и далее жизни зверей кеменская семья спасла енота из которого хозяева чуть не сделали чучело супруги преодолели 250 километров чтобы забрать животное которое находилось в тобольском районе подробности этой трогательной истории расскажет корреспондент тюменской службы новостей мария ремезова почти что мультяшного крошку енота чуть не пустили на чучело супруги маковенко увидели объявление о продаже животного таксидермистом на спасение отправились моментально ехать пришлось за 250 километров тобольский район человек сказал что нашел его три недели назад гуляя с собаками в лесу собаки его маленько потрепали у енота скорее всего будет ампутация хвостика первые дни в новой семье енот просто лежал и ничего не ел несмотря на сильнейшее истощение сейчас парень набирает вес особенно по вкусу фене приходится консервы для собак еноты большие гурманы они любят мясо рыбу овощи и фрукты вот кофейне их пока нельзя потому что по какой-то причине у него оказались сломаны все зубы теперь енот вынужден питаться только едой в виде пюре в семье помимо енота живут 19 собак и 7 кошек ним фене тоже нужно будет привыкнуть появлению нового питомца особенно была рада дочка супругов это были и самые яркие наверное впечатления в моей жизни потому что енота я видела первый раз в жизни когда мои друзья узнали то что у нас енот они все хотят с ним познакомиться когда фене освоится на новом месте и пройдет лечение ему построит просторный вольер мария ремезова сергей жернаков тюменская служба новостей такой увидела картину жизни в регионе творческая группа программы большая область студии был андрей жилин до встречи а